На страже детского отдыха на протяжении двух месяцев на территории Конаковского района активно работают оздоровительные детские лагеря. Однако не все из них являются легальными и соответствуют всем требованиям и нормам. В ходе очередной летней смены сотрудники прокуратуры обнаружили несанкционированный палаточный лагерь. Подробнее в нашем следующем сюжете. Тема организации детского отдыха особенно актуальна в летнее время, когда большая часть подростков находится на каникулах. И к середине июля на смену стационарным школьным лагерям приходят палаточные. Как отмечают сотрудники Конаковского района прокуратуры, зачастую родители отправляют своего ребенка в сомнительные места отдыха. Так, например, в ходе рейда на прошлой неделе представителями правопорядка вблизи деревни Головино был выявлен нелегальный лагерь, в котором находилось 36 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Программа смены была рассчитана на 9 дней. Предполагалось, что за это время его воспитанники под руководством инструкторов будут готовить еду на костре, стирать одежду и мыть посуду. Проживали дети в палатках в полных антисанитарных условиях. Питание детей осуществлялось продуктами неизвестного происхождения, без каких-либо сопроводительных документов. Воду взрослые для приготовления пищи и для питья использовали из подземного так называемого святого источника. По требованию прокуратуры действие данного лагеря было приостановлено, а все дети отправились обратно в Москву. Выявление таких стихийных мест отдыха подростков сотрудники прокуратуры ведут совместно с отделом по делам несовершеннолетних и представителями ГИМС. Как показывает практика, наряду со злостными нарушителями есть и те, кто выполнил все предписания, возвращаются вновь в Конаковский район и продолжают свою деятельность. Так, на территории Конаковского района была проведена в 2016 году проверка детского палаточного лагеря, организованного общественной организацией «Круг» из города Москвы. Лагерь располагался близ деревни Харлова Конаковского района. В труднодоступном месте доставка в лагерь могла быть произведена только по реке Волги, только по воде. В 2016 году в данном лагере были установлены многочисленные нарушения санитарных правил, противопожарных правил. Вместе с этим данная организация приняла все необходимые меры для того, чтобы отдых в 2016 году детей состоялся. Были организованы шестидневные туристические походы, территория лагеря подготовлена к отдыху детей, был собран огромный пакет сопроводительной документации как на лагерь, так и на детей. Летний сезон в самом разгаре, а значит работа правоохранительных органов в рамках выявления несанкционированных мест отдыха для детей будет продолжена.